Пресс-сектор Азербайджанского МИД прокомментировала недавнее интервью министра иностранных дел Армении. Абдулаева подметила, что благодаря реваншистским настроениям Армения отталкивает от себя соседние государства, которые готовы к мирному и дипломатическому решению всех вопросов. По словам спикера МИД, министр иностранных дел Армении выразил позицию властей, чем и подтвердил негативное отношение к мирному договору. Мы напоминаем министру иностранных дел Армении, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с нормами международного права, и что пора приступить к выполнению декларации, подписанных сторонами. В интересах армянской стороны понять эту реальность, потому что страна, наконец, может положить конец лжи и фантазиям и сосредоточиться на будущем развитии и прогрессе, добавила она. Абдулаева напомнила, что Азербайджан неоднократно выражал поддержку нормализации отношений на основе принципов международного права. К слову, Азербайджан продолжает восстанавливать свои территории. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству разработать проекты помощи людям, которые пострадали во время необдуманной политики Армении. В целях обеспечения выполнения вышеупомянутых поручений главы государства распоряжением президента Азербайджана были проведены проверки. Ущерб на сумму близкую к 5 миллионам монатов нанесен 294 субъектам хозяйствования с целью устранения ущерба оборотными средствами хозяйствующих субъектов, имущество которых уничтожено или введено в действие чрезвычайное положение, а также средствам, необходимым для ведения бизнеса. Служба государственных доходов Минэкономики приняла необходимые шаги и начали производить выплаты предпринимателям. Затем, к концу августа, 2,5 миллиона долларов были переведены на банковские счета 245 торговых компаний, и процесс продолжается. Кроме того, Великобритания решила помочь Азербайджану и выделила около 500 тысяч фунтов стерлингов. Деньги пойдут также на восстановление территорий и помощи беженцам, которые возвращаются на родные земли. Теперь Великобритания призывает другие страны поддержать инициативу ООН по оказанию помощи тысячам людей, пострадавших в результате конфликта, восстановить свою жизнь и вернуться в регион после того, как они были изгнаны из своих домов в результате конфликта. Также для усиления воинской помощи Азербайджана в Баку начались совместные учения Азербайджанской и Турецкой армии. На высшем уровне будут оттачиваться навыки наземного боя, а также пройдут несколько учебных маневров под водой. Субтитры создавал DimaTorzok